А если мы против проголосуем, что будет? Крест, звоним отец. Лишать ли кресла Ирину Теплову депутаты сомневались. Шесть стран не голосовали, двое воздержались. А вот Андрею Волкову сочувствовали меньше. Но эта процедура скорее формальность. Депутатов с уголовным сроком, первую обвиняли в пособничестве растрат, второго в присвоении миллионов не держат. В КЗС теперь два свободных кресла. И это не все новости из депутатского корпуса. С апреля для каждого народного избранника не действуют компенсации. Мы поняли, что система, она рабочая, но она очень громоздкая в части предоставления соответствующих финансовых документов. Было принято решение отказаться от компенсационных выплат и направить несколько уменьшенные денежные средства на увеличение количества помощников. Лимит суммы на услуги помощника 58 тысяч рублей в месяц. Помогать больше будут и жителям края. На Алтае запускают пилотный проект, в рамках которого медико-социальные услуги для пожилых будут оказывать частные организации. И появятся новые услуги. Сиделка, это помощь для ухода, это в отделениях милосердия, это дополнительные штатные единицы будут. И добавляется такой перечень социальных услуг, как разовые социально-бытовые услуги и социальное сопровождение для граждан, которые нуждаются в палеоативной помощи. Депутаты утвердили ответственность за нарушение правил благоустройства. Речь идет об уборке, в данном случае, территории общего пользования и прилегающих территорий. Не только от листвы, порубочных остатков деревьев, снега, но и от наледей. Размещение транспортных средств на зеленых зонах дворов, на спортивных, на детских площадках. Причем под санкции попадут не только управляющие компании или физлица, но и предприниматели, которые прежде в этом плане были неприкосновенны. Также депутаты хотят сохранить порядок рыболовства на водоемах края. Дело в том, что аренда некоторых озер заканчивается, а значит следить за ними будет некому. Эти озера будут, собственно говоря, брошены. Безусловно, это процветание опять браконьерства. А арендаторы, соответственно, улучшили видовой состав рыб. К тому же действующий порядок развивает спортивное рыболовство края и помогает любителям. Речь идет о водоемах в Бешенцево, Чесноковке и Сорочемлагу. Свою инициативу депутаты отправят в Москву. Анастасия Дороганникова, Шелко, День с толком. Анастасия Дороганникова, Шелко, День с толком.